Восстановление государственной независимости и демократического устройства жизни в Эстонии. В рамках нынешнего Дня народов в разных уголках страны проходят всевозможные мероприятия. Форумы, фестивали, концерты, этноярмарка на Таллинской ратушной площади. В этом году основные мероприятия проводятся как в Таллине, так и в Силаме, Ихве и в Меремяйской волости в Сетума. А центральным событием празднования стал прием, проведенный сегодня в столичной еврейской общине министром культуры. Каждый год в эти дни происходит прием министра культуры. И в этот раз господин Ланг, он тоже здесь, и я вижу, что и госпожа Лангер, и я вижу, что госпожа Рангер здесь, так что мне кажется, что очень серьезные гости. Почетные грамоты Министерства культуры получит Вадим Рыблин, директор нашей общины, в течение 7 лет. Большой молодец и умеющий делать свою работу. И совершенно удивительный человек – это директор Джоинта в Прибалтике, в Польше, в Скандинавии, Стефан Оскар, который является нашим помощником и другом, потому что мы во многом получаем материальную помощь от Джоинта. Это такая организация, которая собирает деньги от евреев Америки и распределяет между общинами. Это фонд, да. И поэтому для нас это очень важно. Согласно данным переписи населения 2011 года, в качестве постоянных жителей в Эстонии проживают представители 192 национальностей. Как отметил сегодня министр культуры Рейн Ланг, государственная поддержка национальных культур и сохранение мультикультурности в эстонском обществе проявляется в первую очередь в поддержке и развитии деятельности национально-культурных обществ и союзов. Президент Ассоциации национальных меньшинств Эстонии Тимур Сейфуллин считает, что население Эстонии, в отличие, скажем, от Франции или Греции, довольно терпимо относится к другим народам. Но в первую очередь представители национальных меньшинств беспокоят то, что среди русских людей, живущих в Эстонии, не пользуются популярностью воскресные школы, призванные сохранять национальные традиции и культуру. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.